Друзья, сегодня удивительный праздник, сегодня день Пятидесятницы, 50-й день от воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Мы знаем, что на 40-й день Иисус поднялся на небо, а на 50-й день ученики, которые были собраны в Иерусалиме и прятались, потому что они опасались иудеев, они пережили необыкновенное излияние Святого Духа. Дух Святой сошел с небес на землю, и в этот момент, когда сошел Святой Дух, то переживание, которое было у них, оно так и во что в историю, как излияние Святого Духа или как крещение Святым Духом. И этот день сегодня по праву считается днем рождения Церкви. Некоторые богословы говорят, что на самом деле духовно Церковь была рождена в тот момент, когда Иисусу римский солдат проткнул бок, и тогда, когда кровь и вода изделились из его организма, из его тела, тогда, вот точно так, как Адам, когда уснул, взял Бог из ребра и сделал себе жену или ему жену, Адаму жену. Точно так Церковь была рождена на Голгофе. Но по факту мы можем сказать, что Церковь по-настоящему, как Церковь была, просто вот, ну, как община была создана тогда, когда Дух Святой был излит на землю. И вы знаете, что тогда ученики, которые боялись за свою жизнь, вышли на улицу и стали молиться. И они молились на иных языках. Молились, как написано в Библии, как Дух давал им провещевать. То есть, это не была молитва от разума, это была молитва, которая была сверхъестественной. И сверхъестественными были звуки, которые они произносили, хотя они были произнесены людьми. И это наш человеческий аппарат звуковой произносил эти звуки тех людей, которые жили там или сегодня. Ты и я, мы молимся на иных языках. Но сверхъестественность состояла в том, что Бог, Дух Святой, брал эти звуки и соединяв определенные слова, определенные предложения. И это был язык. Это не были просто какие-то урывки. Это был язык, который тек просто из уст этих учеников. Их было около 120. Они вышли на улицу, и они говорили, и они говорили, говорили на разных наречиях. И люди, которые пришли в Иерусалим для того, чтобы праздновать праздник Шавуот. Потому что в этот день, этот день вообще-то был историческим еще днем. Потому что много лет тому назад евреи, которые шли по пустыне, получили закон, закон, который Бог дал Моисею на горе Синае. Эти две каменные скрижали, там, где 10 заповедей было написано. И они получили этот закон. И этот день, тот день, в который они празднуют получение Торы. Как они говорят, это праздники, еврейский праздник Шавуот, праздник получения Торы. И в это время, в этот праздник, столько людей пришло в Иерусалим. Потому что по закону нужно было хотя бы раз в год со всем семейством приходить в храм. Особенно тем, кто жил где-то далеко, в отдалении, в других народах. Они все сходились хотя бы раз в году. И, конечно же, на этот праздник пришло очень много людей. Если вы читаете книгу «Деяний апостолов», вторую главу, то там прямо идет перечисление всех тех народов, или хотя это были евреи, но они уже говорили на разных диалектах. И здесь сказано так. Как же мы слышим, 8 стих, 2 главы, как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились. То есть это уже были дети евреев, которые жили в других местностях. И тут написано «Парфяне», «Медяне», «Еламиты», «Жители Месопотамии», «Иудеи», «Каппадокии», «Понта», «Аси», «Фриги», «Памфилии», «Египта», «Частей Ливии». Чуть ли не вся география того древнего мира. И пришедшие из Рима, «Иудеи», «Празелиты», «Кретяне», «Аравитяне». Слышим их нашими языками говорящих, вот здесь внимание, о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой, и возгласил им мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме. «Всееда будет вам известным, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, и залью от Духа моего, и будут пророчествовать». Смотрите, как интересно, Петр, Петр, да, тот же Петр, который совсем недавно отрекся от Иисуса, потому что испугался очень сильно, и этот же самый Петр здесь совсем другой, совсем другая реакция, он в смелости, в дерзновении поднимается в окружение огромного количества людей, и он здесь проповедует, если вы можете, прочтите после служения, возьмите, просто прочтите вторую главу, вы увидите, как он просто выстраивает исторические события, и в конце этой проповеди он поворачивает всех их внимание к тому, что Иисус Христос, которого вы распыли, Бог садил его Господом и Спасителем, он есть Мессия. И когда он поворачивает вот все исторические факты, и все это подводит к Иисусу, и возвеличивает Иисуса, и говорит, именно Он является Мессией, конечно, естественный разум человеческий понимает, что реакция должна была быть следующая, «Дайте мне побольше камень, и я сейчас этого Петра завалю, потому что что же это Он говорит?» И прямо в присутствии этой толпы всей, Он так смело и дерзновенно говорит, Он что, не знает, что Его сейчас могут просто убить, так же, как Иисуса распили? А сейчас Он выступает не просто на стороне Иисуса, говорит, да, да, Он не просто, Он смело и дерзновенно говорит. Но реакция была совершенно другой. Написано, они умилились с сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, как нравится мне, что здесь написано, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Подождите, о чем ты говоришь, Петр? Он говорит три вещи. Он говорит, покайтесь, докрестится каждый из вас для прощения грехов во имя Иисуса Христа, и получите, третья вещь, дар Святого Духа. Дар Святого Духа. Получите дар Святого Духа. Как это удивительно. Церковь, дорогая, братья и сестры, поздравляю вас, потому что Дух Святой сегодня на земле, он не на небе. Знаете, была эпоха Отца, и это Старый Завет, когда люди понимали Бога, понимали так, как Он открыл себя, Он дал закон, и через закон у них были отношения с Богом. Хотя всегда на протяжении всей истории были люди, у которых просто сердце трепетало, и они понимали, что Бог – это личность, и я хочу общаться с Ним, и я хочу иметь отношения с Ним. Таким был Енох, таким был Давид, таким были многие другие пророки, которые общались. Осия. Бог открывал Осии прямо сердце свое. Осия чувствовал боль Божьего сердца. И на своем собственном примере он мог понимать Бога как личность, у которого были чувства, и у которого было отношение. Но то была эпоха Отца. Потом была эпоха Сына, когда Иисус был на земле. И помните, когда Иисус был на земле, Он сказал такие слова. Он сказал, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Он сказал, «Еще немного, и вы не увидите Меня, и я пойду к Отцу Моему Небесному». Но когда я приду к Отцу Моему Небесному, я умолю Отца, я упрошу Отца, и пошлет вам другого. Другого – это не радикально другого, полностью другого. Знаете, как ты приходишь в один дом, а потом ты приходишь в другой дом. Вот, например, как в России и в Индии. Вот ты приходишь в Индию, а там шалаш такой, палатка. Мы даже наши палатки лучше обустраиваем, чем там. И это не настолько большущая разница, что другого, наоборот, это слово, другого – это тождественного. Да, точно такого же, точно такого же. То есть Он как бы говорит, я пошлю вам другого, такого же, как я. Он будет такой же, как я. То есть я буду с Ним, я буду в Нем. И Дух Святой, вот я поднимусь к Отцу, а Дух Святой придет на землю. И когда я пошлю Его, Он наставит вас, Он научит вас. О Нем сказано, что Он Дух премудрости и разумения. Сейчас, особенно в это время, настолько беспокойство и неопределенность. Знаете, мы с вами привыкли к каким-то трудностям. Наш народ часто переживал тягости, лишения, нехватку денег, какие-то катастрофы. Мы привыкли к тому, что бывают землетрясения, что самолеты иногда падают, что что-то происходит, аварии. Мы наших близких друзей иногда провожаем с этой жизни, с этой земли, плачем. Но как-то дальше живем, справляемся. Но мы никогда не жили в такой неопределенности, как сейчас. И что удивительно, человечество живет в этой неопределенности. Не только я, ты, а человечество живет. Мы не знаем, что будет дальше. Потрясение за потрясениями. И что будет дальше? Закончится ли эта пандемия? Или будет вторая волна? Разрабатывают и разработают ли? Конечно, когда-нибудь разработают эту вакцину. Подействует ли она? Что будет с экономикой? Что будет дальше вообще со мной в жизни? Что будет вообще в будущем? Писание описывает, что Бог будет потрясать землю. И будет потрясено все, что может быть потрясено. И останется только так, это в Библии написано, только то, что непоколебимо. То есть, когда трясет Бог землю, все, что потрясаемо, оно и будет потрясено. Все, что непоколебимо, оно останется. Это твоя вера. Это твой внутренний мир, это церковь Господа Иисуса Христа, но и она потрясаема. И тогда все слетает, все несвятое и нечистое, все ненужное, все временное, все те увлечения, которые по факту сегодня не имеют никакого значения, они все слетают и остается выкристаллизовываться настоящее. Что у тебя к Богу? Ценности, которые от Господа. Так вот, Дух Святой назван Духом премудрости и откровения, Духом разумения. Дух Святой, Он говорит, это личность. Дух Святой, есть много символов, один из них – это огонь, Он жжет, Он выжигает внутри тебя все, что не угодно Богу, Он меняет тебя. Дух Святой, написано, если у кого из вас не достает мудрости, да просит, тебе не достает чего-то? Может быть, ты скажешь, пастор, да не в мудрости дело, в деньгах, или в здоровье не достает, или мира не хватает, или вот тишины не хватает, или правда как что-то ушло, как почва какая-то вот нетвердая, не достает. Если тебе чего-то не достает, Дух Святой наставит, научит и поведет. Вот это удивительно, что мы с вами не являемся сиротами. Мы с вами имеем Святого Духа. Ты никогда не должен чувствовать себя одиноким. Даже если тебе кажется, что ты один, и никто не понимает тебя, это ложь и неправда, если ты Сын Божий, если ты Дочь Божия, с тобою рядом Иисус, с тобою рядом Святой Дух. Если ты принял Духа Святого, ты никогда не должен быть раздавлен обстоятельствами. Даже если ты болеешь, даже если ты чувствуешь нехватку финансов, или мира в семье нет, отношения разорваны. Но если у тебя есть Святой Дух, Он поведет и проведет тебя через этот сезон. Тебе нужно простить, тебе нужно отказаться, отречься от всего того, что не угодно Ему. Тебе нужно довериться Господу, потому что Он ведет нас, Он с нами. Он наставник, Он учитель, Он говорящий, не мертвый Бог. Он тот, кто руководит, кто направляет. Он дает разумение и мудрость. Это Святой Дух. Я так рад. Представьте себе, как высоко, только задумайтесь на одну минуту, как высоко Иисус превознес Святого Духа. Он сказал, что если вы похулите Святого Духа, то вам не простится ни в всем, ни в будущем веке. Он даже не сказал, что если вы скажете на меня плохое слово, вам не простит Отец мой или я не прощу. Он не сказал так. Но Он сказал, если ты на Святого Духа скажешь что-то плохое, похулишь его, то прощения не будет. Представляете, как высоко Бог поднял авторитет Святого Духа. Проблема многих из нас, что мы не обращаемся к Нему, что мы не живем по Духу, что мы живем по взгляду очей. Вижу, хочу, увидел, захотел, победил. А почему бы мне не иметь этого? Все рассудок, все ум. Мы говорим, ну у нас обновленный ум Христов. Подожди, но мы настолько ограничены в нашем разуме, мы настолько уязвимы, наш мир настолько хрупкий, какая-то мини-мини-мини-0000-0000-20 микрона, там маленькая клеточка вируса. И сотни тысяч людей покидают наш мир. Представьте себе, какие мы уязвимы. А Дух Святой, это Бог, Он не ограничен. У Него-то есть вся мудрость. Он-то знает. Проблема в том, что мы так редко обращаемся, чаще живем по уму. Друзья, я хочу дать вам семь признаков, исполненного Святым Духом человека. И потом я хочу вместе с вами поговорить о том, как получить крещение Духом Святым и помолиться об этом. Итак, вернемся еще раз к тому, что сказал Петр. Он сказал три фундаментальные вещи. Они называются стартовая площадка для жизни христианина. Стартовая площадка, три краеугольных переживания, три камня, на котором зыждется фундамент христианской жизни. Покаяние, водное крещение и духовное крещение. Водное и духовное крещение не надо соединять. Это разные переживания. Они могут следовать одно за другим, как это было у Иисуса, когда Он вышел из воды и Дух Святой сошел на Него. Но они могут и не следовать. Мы читаем в Деяниях апостолов, что по-разному Дух Святой сходил на людей. И не всегда это было после водного крещения. Это могло быть просто во время проповеди. Когда проповедь звучит, Дух Святой сходит, и люди переживают крещение, погружение в Святого Духа. И они начинают говорить на иных языках. Итак, покаяние, водное крещение и духовное крещение. Но крещение – это переживание единократное. Итак, внимание, послушайте меня. Крещение – это переживание единократное. Так же, как и водное крещение, ты не принимаешь его снова и снова и снова, и после каждого греха ты не идешь к пастору и не говоришь «Крести меня снова». Написано в Писании. Одна вера – одно крещение. Один Бог, одна вера и одно крещение. Так же и духовное крещение – оно единократное. Иисус Христос, и он увидел Иисуса и сказал, Он есть крестящий Духом Святым. Иисус Христос берет наш человеческий Дух, твой Дух, и для нас это непонятно как, и погружает его в Святой Дух, потому что слово «крещение» означает погружение. И мы наполняемся Духом Святым и начинаем говорить на иных языках. Это единократное переживание. Но исполнение Святым Духом – это то, в чем мы должны пребывать. Однажды крестившись, постоянно исполняйтесь Святым Духом. И Писание многократно призывает нас, чтобы мы жили жизнью, исполненного Духом Святым человека. То есть, если я не исполнен Святым Духом, то я как автомобиль без бензина. Я как, знаете, как жужжание комара какого-то. Мои слова не имеют силу. Я молюсь, и мне кажется, моя молитва не услышана Богом. Я произношу слова «по имя Иисуса, да произойдет то, то, то». А ничего не происходит. Почему? Да потому что сами по себе слова, они не имеют той силы. Иисус сказал слова, которые я говорю. Суть, Дух и жизнь. Слова наполнены Святым Духом. Помните, об Иисусе говорили, что Он говорил не так, как другие. Почему толпы шли за Ним? Не только потому, что Он кормил или исцелял. Много было таких зевак. Но толпы шли за Ним, потому что они слушали Его. А слова Его были наполнены силою Святого Духа. Как говорит, как гвозди убивают. И рассекают внутри все. И они сокрушаются и каются. И Петр написал перед смертью в своей послании, в своем, что слова ваши, да будут приправлены солью. Соль – это Дух Святой. То есть, когда ты говоришь, если ты просто от ума говоришь, то это тоже хорошо, что ты говоришь Слово Божие. Но когда ты говоришь в Духе Святом, с Духом Божьим, будучи исполненным Духом Святым, тогда вещи происходят совсем по-другому. Деяния апостолов, 13 глава. Апостол Павел в своем первом миссионерском путешествии приходит на остров. И там он, на этом острове Пафа, называется остров, находит человека, лжепророка, его имя Варисус. И он находился с проконсулом, Сергием Павлом. Этот проконсул был очень разумным человеком. И он очень хотел послушать Слово Божие. Жажда была в нем. И он призывал Варнаву и Савла и слушал Слово Божие. Но этот Волв, этот человек, Варисус, еще одно имя у него было Елима, то есть, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. И вот здесь внимание. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого, и устремил на него взор, сказал, ой, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты, завращаясь с прямых путей Господнику? И ныне вот рука Господня на тебе. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И дальше следующая мысль. И вдруг напал на него мрак и тьма. И он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню. Помните? Исполнившись Духа Святого, устремив на него взор, он сказал, а если бы не исполнившись, сказал, ничего не произошло. Итак, крещение – это единократное переживание. Исполнение Духом Святым – это то, в чем мы должны пребывать всегда. Иуда в 20 стихе своего послания говорит, чтобы мы назидали себя Духом, исполняясь Духом, то есть созидали себя, чтобы мы были в Святом Духе всегда. Я хочу вам показать несколько признаков того, как выглядит, когда человек, или что происходит с человеком, когда он исполнен Святого Духа. Первый из них – мы теряем, будучи исполнены Святым Духом, вкус ко греху. Мы теряем, у нас нет аппетита. Ты переживал наверняка это, когда ты только принял Иисуса, ты выходишь после этого переживания, и ты смотришь, что день прошел, второй день, а ты даже и не захотел выпить, или покурить, или тебя абсолютно не тянет на предыдущие подвиги, которые тянуло раньше. И ты вдруг заметил, что от тебя просто отлетели какие-то слова, матершинные, грязные, все. Что случилось? Что случилось с тобой? Ты ведь просто склонился пред Богом, принял Иисуса. Дух Святой коснулся тебя, и ты почувствовал, что просто ты стал другим. У тебя нет аппетита ко греху. Вторая вещь или второй признак, исполненного Духом Святым человека – это свобода в поклонении. Апостол Павел в Ефесянам говорит о том, в 5 главе, в 19 стихе, он говорит о том, чтобы мы, чтобы мы поклонялись, чтобы мы назидали друг друга, да, и он говорит там, чтобы мы пели и воспевали Господу. Вы знаете, у вас бывает такое, когда вы стоите такие, какие-то вот сдержанные, молитесь, да, Господи, помоги мне, сохрани меня, укрепи меня, дай мне. А потом что-то происходит, что-то происходит, и ты как будто бы, знаешь, вот эти все границы, вот эти все вот какие-то чувства скованности, стыда, все это отлетает от тебя, и ты чувствуешь свободу в Святом Духе. Смотрите, что говорит Павел в Ефесянам в 5 главе с 18 стиха. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Я никогда не был пьяным, поэтому я один раз в жизни пробовал, что такое быть пьяным, давно покажется в этом, то есть, но чуть-чуть у меня было помутнение в голове, но я видел много пьяных, вы, наверное, лучше меня знаете, но говорят так, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Говорят так, что вот когда пьяный, он и песни поет, у него вон все, он там такой развязанный, а когда трезвый, он такой, такой, такой тише воды, ниже травы, вот такой. Что-то происходит, когда ты пьешь, когда ты пьешь вино, оно ударяет тебе в мозг, и потом, как будто, как тормоза какие-то, ты съезжаешь с тормозов, как будто оставляется что-то. Интересно, апостол Павел в одном стихе сказал, что вам не нужно пить вино, не нужно быть пьяным, не надо этим заниматься вообще, это не тот путь. А что ты делай вместо этого? А ты исполняешься Духом. Ты исполняешься Духом. Я помню, после одной из проповедей один человек сказал, ну ты явно поддатый был, ты явно. Я сказал, я? Нет, никогда в жизни. Он говорит, ну ты рассказываешь мне, да я же, я же хорошо знаю, я же хорошо понимаю, ты пригубил себе хорошенько перед этим. Нет, я был просто исполнен Святым Духом, и все. Понимаете? И интересно, что он говорит после этого, назидая себя самих псалмами, славословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Смотрите, он не говорит здесь о профессионализме. Он не говорит, ну стройно, стройно пойте, ну все, все, все ноты берите. Он говорит, в сердцах, пая и воспевая. Тут даже я могу это делать, с моим слухом. Я могу просто петь и воспевать Господу на иных языках, в сердце. Я это делаю в автомобиле, когда я еду один. И мне так хорошо, я так люблю, потому что я пою, потому что я без тормозов. Нет, я еду с тормозами, но я без тормозов в поклонении. Я просто наслаждаюсь Господа. Итак, второе качество, свобода в поклонении. Третье, происходит перемена в характере. Галатам 5 глава апостол описывает людей, живущих по плоти и людей, живущих по духу. Там такие качества, они очень сильно отличаются одно от других. Так вот, когда ты исполняешься Духом Святым, ты начинаешь любить своего ближнего, ты прощаешь его. Помните, Иисус говорит, когда стоите на молитве, прощайте. То есть, если ты не станешь на молитву, на колене, потому что в Писании молитва это колено преклоненная молитва, если ты просто я, 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 да я, и ты пытаешься простить, ты не можешь простить сам. Тебе нужен Иисус, который поможет тебе простить. Когда стоишь на молитве, когда склонился пред Богом, помоги, Господи, и исполняешься Святым Духом, тогда ты наполняешься любовью Божией. Итак, третье, перемена в характере. Четвертое, характеристика человека, исполненного Святым Духом, происходит перемена ценностей. Для него все то, что еще раньше казалось таким важным, значимым, имя его, карьера его, должность его, деньги, заработок, где я отдыхаю, как я живу, как я позиционирую себя, то есть, в каких условиях я там, я там, значит, бываю, где я бываю, друзья мои, все, все земное, все вот это. святого, когда он наполняется Святым Духом, он так смотрит, как апостол Павел, он говорит, я знаю, что когда мой земной дом, эта хижина разрушится, у меня на небе есть дом нерукотворенный, ой, как я хочу туда, то есть, подожди, апостол Павел, алло, вот ты здесь, ты почему, ты с нами, или ты что, или ты хочешь умирать, не надо умирать, живи с нами, он говорит, не, я остаюсь с вами, но, мое все сердце, пребывать с Богом, в небесных жилищах, то есть, ценности, люди, исполняясь Святым Духом, они не так сильно дорожат всем тем, что здесь, они знают, что это все пройдет, все пройдет, они думают больше о вечности, о небесах, и так, первое, мы говорили, что происходит потеря вкуса ко греху, мы говорили, что приходит свобода в поклонении, перемена в характере, перемена в ценностях, еще одно качество скажу, они молятся Духом Святым, вы знаете, апостол Павел разделяет, молитва умом, и молитва Духом, он говорит, когда ты молишься Духом, ум остается без плода, и вы можете попробовать, если вы крещены Святым Духом, молитесь на иных языках, вы можете молиться Духом, на иных языках, при этом, ваш разум, вы можете о чем-то думать еще, как будто бы, вы знаете, два источника, вот здесь, и вот внутри, в Духе, в Духе Божьем, который соединен с твоим Духом, вот как в Библии сказано, из щрева потекут реки воды живой, то есть из внутреннего состояния твоего, из твоего Духа, из центра твоего, из твоей, из твоей внутренности, потекут реки воды живой, поэтому, пятое качество, они молятся Духом Святым, они зависимы от Бога, шестое качество, они движутся в дарах Духа Святого, когда ты молишься на иных языках, Дух Божий дает тебе мудрость, дает тебе разумение, посылает тебе мысли, что делать, что не делать, двигаться так, не двигаться так, как поступить дальше, он дает тебе мир, он дает тебе утешение, либо дает тебе тревогу, и дает тебе чувствование убежать от этого искушения, ты начинаешь прислушиваться, и руководствоваться внутри, святым Духом, ты движешься в дарах, есть девять даров Духа Святого, и среди них есть такой дар, как пророчество, пророчество, оно вдохновляет, и оно и о будущем говорит, и ты можешь в Духе Святом чувствовать так же, что Бог говорит о будущем, и, наконец, седьмая характеристика, они свидетельствуют об Иисусе, на самом деле, нужно было бы начать с нее, я поместил ее в седьмой, чтобы вы запомнили, если вы не запомните все шесть, что нет вкуса ко греху, свобода в поклонении, перемена в характере, перемена в ценностях, молятся Духом Святым, движутся в дарах, и, наконец, седьмое, свидетельствуют об Иисусе, помните деяние апостолов, первая глава, восьмой стих, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем, вот когда ты исполнен Святым Духом, твои уста говорят об Иисусе, ты говоришь, Иисус крутой, Иисус изменил мою судьбу, Иисус может изменить твою судьбу, Иисус может благословить тебя, Иисус может прийти в твою жизнь, Иисус может исцелить твое разбитое сердце, Иисус может дать тебе новую надежду, эта дверь закрылась, Иисус откроет другую дверь, даст тебе другую работу, даст тебе лучшее место, Он знает, даже если ты пойдешь, дари на смертной тени, ты не будешь бояться, потому что Он будет с тобой, твои уста говорят об Иисусе. Друзья, я хочу вместе с вами молиться о крещении Святым Духом, но перед тем, как молиться о крещении Святым Духом, я хотел бы задать вопрос, а как получить Духа Святого? И отвечая на этот вопрос, я хочу процитировать слова апостола Павла в послании к Галатам, и он говорит в третьей главе, он говорит во втором стихе, я просто процитирую эти слова, он задает вопрос, скажите, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление вере? Смотрите, он противопоставляет эти две вещи, дела закона, то есть я стараюсь, я стараюсь, я зарабатываю, я исполняю закон, я делаю хорошие дела по закону, посмотришь на меня через эту призму, и я хорош. Он говорит, а вы получили через это? То есть вы заработали Духа Святого? Вы старались, вы умнички, и вам Бог дал награду просто за ваш труд Святого Духа или через наставление вере? И потом он использует сильное слово, он говорит, ой, несмысленные, а в подлиннике, ой, глупые, разве вы не понимаете? Как же так? И он снова повторяет эту мысль. В пятом стихе он говорит в третьей главе ту же самую мысль. Ответ очевиден. Я получаю Дух, когда меня наставили в вере. То есть наставьте меня в вере, и я получу Святого Духа. Вот и все. Наставьте меня в вере, и я получу. Мне не надо зарабатывать, мне не надо трудиться. Это подарок. Покаяние, водное крещение и крещение Духом. Это подарок. И я попробую вас в течение двух минут наставить, трех минут в вере и вместе помолиться с вами. Знаете, что такое вера? Вера – это уверенность в невидимом. Вера – это осуществление ожидаемого, то есть действие, когда ты уверен. А вот слова Иисуса. Он говорит, когда вы, будучи злы, даяние добрые, то есть добрые дары, даете детям вашим, которые попросят у вас. Если попросят у вас сын, рыбу, вы же не дадите ему камень. Или змею, хлеба, вы же не дадите ему камень. И потом Иисус говорит, я говорю это о Святом Духе, который вы должны будете принять. Другими словами, он говорит так, попросите у меня Святого Духа, и я дам вам его. Я дам вам его. А вы примите его. Ну, друзья, проблема в чем? Как принять его? Ну, как принять? Дай мне Святого Духа. Как? Как принять? Как принять Святого Духа? А знаете, там написано так, что они, приняв Святого Духа, начали говорить на иных языках. То есть, чудо происходит на кончике языка. Ты принимаешь Святого Духа, причем он дает сразу. Он не говорит, рассмотрим, через месяц дадим, или посмотрим на твои дела. Если ты приходишь с верой и говоришь, Господи, дай мне Святого Духа, я твой сын, ты просишь, очисти меня, потому что только в чистое сердце, но он очищает кровью Иисуса Христа, сверхъестественно. В один момент ты говоришь, прости меня, очисти меня, дай мне Святого Духа. И после этого ты не стоишь вот так и не думаешь, ну, нету, не чувствую, там огонь на них сошел, у меня что-то нисходит огонь. Написано, что они приняли и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. То есть, они начали говорить, они начали говорить. Еще раз внимание, они начали говорить. Ты произносишь эти звуки, а Он берет эти звуки, Святой Дух, и делает так, что они облекаются в слова, как Он дает провещевать. То есть, Он дает, когда ты произносишь, ты начинаешь говорить, ты принимаешь, начинаешь говорить, а Он это производит и делает из этого те слова и предложения, которые Он хочет. и это тайная речь между человеком и Богом, которую человек не понимает. Здесь сомнения бывают. Я не понимаю, что я говорю. А что это? Разве это Святой Дух? Это так просто? Так просто. Вот так просто. Так же, как спасение. Вот так просто. Попроси и получишь. Вот так же и Святого Духа. Просишь и получаешь. Субтитры создавал DimaTorzok